И вот опять чертим, опять меряем. То есть вот это как раз и фишка Бориса. Смотришь телевизор, и вдруг откуда-то там ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Ты никуда не хочу отправляться, я хочу здесь быть. Нам яхту давай. Всем привет! Сегодня я пришла в гости к российскому архитектору, председателю Московского архитектурного общества, члену Союза московских архитекторов, профессору Мархи. Надеюсь, вы уже догадались, кто это. Верно, это Борис Борис Боровский. В этом видео я вам покажу все секреты планировки его собственной квартиры. Кстати, это эксклюзивное видео только на моем канале. И покажу вам человека, который реализовал все идеи Бориса в ремонте. Кстати, вы уже его видели в моих других видео. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, кто-то пришел. Ладно, идем. Так. Борис. Да, здрасте, Татьяна. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте, очень приятно. Нам очень приятно, что... А это маленькие шалости, маленькие вкусненькие. Понятно, да. Будем толстеть, понятно. Заходите. Да, с удовольствием покажу вам, как у нас получился этот интерьер. Будет всем интересно. Главное смотреть до конца. Точно. Какой самый любимый уголок в вашей квартире? Ну, я, честно говоря, еще не очень определился, потому что я живу только 3 месяца. Как бы потребить этот продукт, так сказать, полностью ощутить, что самое лучшее, что, может быть, прямо лучше всего удалось, я оттягиваю этот момент. Понимаете, я просто получаю наслаждение. Я считаю, что, ну, придет время, и я пойму. Значит, здесь 100 с лишним метров. То есть здесь, по-моему, 104 метра, что ли, что-то в этом роде. Ну, мне кажется, что это такой очень правильный размер. Размер для семьи не очень большой. У нас семья 3 человека. Один ребенок, мы с женой. Вот. Ну, мне кажется, что это вот прямо оптимально. Да, вот 100 метров. По прошлым временам это вообще шикарно. Да, по нынешним временам вроде как бы, может быть, и не столь шикарно, но вполне достойная площадь. Я, конечно, сторонник того, чтобы каждый метр получил свое назначение. Мы уже прошли, на самом деле, по квартире Бориса. И здесь есть и кладовая, очень интересно сделана. И всякие гардеробные. И, в общем, каждый, я скажу, даже сантиметр он задействован. Да, то есть и в ванной комнате всякие ниши, шкафчики. То есть и все это, причем так спрятано, интересно. Меня всегда спрашивают, там, лекцию читаю какую-то. Сколько вариантов планировки вы делаете для клиента? Потому что все привыкли делать там 2-3 варианта, и вроде как бы уже все готово. Мы делаем по 40 вариантов, понимаете? По 30 вариантов. Я могу сказать, что для своей квартиры, мне кажется, я сделал 50 вариантов планировки. Ну, у наших подписчиков было много вопросов. Кому-то интересно, что у вас в шкафу, кому-то интересно, из чего сделан фартук. Прежде всего, функциональность. Вот функциональность, с нее все начинается. Делаете сначала функциональность, да, делаете сначала очень удобные все детали для того, чтобы этим пользоваться. Потом уже к этому подводите декорирование. Была еще задача сделать такую спокойную атмосферу, атмосферу релакса, атмосферу отдыха. Почему? Потому что все мы задерганные. Мы бегаем по работам, по школам, по каким-то, значит, делам. Город нас затягивает в этом. Мы такие все накрученные. Приходим обратно домой, и, конечно, нам хочется релакса. Конечно, нам хочется расслабиться, отдохнуть. Поэтому вы, наверное, видите никаких каких-то резких сочетаний, каких-то острых каких-то углов, что называется, да, каких-то слишком ярких лампочек, там, каких-то там узоров. Потому что узор – это некая информация, очень интересная, но она немножко вас как бы, да, она уводит вас куда-то, да. Восточный орнамент вас сразу куда-то отправляет, там, в Узбекистан, там, да. Да, нужно о чем-то думать. Или какой-то арт-декошный какой-то орнамент вас отправляют куда-нибудь в Нью-Йорк, там, да. А здесь ни одного орнамента вы не найдете, да, потому что никуда я не хочу отправляться. Я хочу здесь быть. Мне здесь хорошо и комфортно. Ну, давайте посмотрим все-таки, наконец, да. Давайте, наконец-то пройдемся. Это функциональность этой квартиры, да. Вот, что касается кухни, сразу хочу сказать, да, что вот эти белые поверхности, да, это архитектурная кухня, надо понимать, да. То есть, это специальная серия кухни, которая называется даже как-то чуть ли не архитектор, там, или еще как-то. То есть, это проработка, очень тщательная проработка самой эргономики, самих, вот, детализации этой, ну, и стиля. На самом деле, действительно, за три месяца я могу сказать, что здесь только там мы, там, что-то режем, что-то проливаем, что-то делаем. Но это все абсолютно хорошо, это все выдерживает. Мне больше нравится тактильность, понимаете, мне больше нравится теплота, потому что камень, мы знаем, это холодная столешница, да. А это прямо как будто это деревянно. Естественно, здесь очень много систем хранения, да, но вы видите, что они все закрыты. Я, ну, не сторонник открытых полок. Открытая полка – это огромная ответственность. Там должно быть абсолютно выверено, что вы там поставили, потому что какие-то вазочки, какие-то, значит, там, бокалы и так далее. Но к их дизайну огромные требования. Ну, на самом деле, вот я отмечу по поводу шкафов, да, то, что с вашей высотой потолка гармонично очень смотрятся кухонные шкафы. Потому что если бы потолок был, там, 3,20, то пришлось еще бы наверху, там, отдельное делать, в которой, честно сказать, ну, редко бы очень, да, непонятно что. Что касается столового места, да, столовое место, это, как я говорил, диаметр метр 30, да, но я искал стол, который раскладывается. Потому что мы все мечтаем о гостях, мы всегда считаем, что гости к нам обязательно придут и обязательно попросят расставить тарелки, устроить какой-то званный ужин и так далее. Поэтому этот стол раскладывается, это очень важно, вот, это важный момент, да. Он на отделке американского ореха, и это вы заметили на нашем интерьере, это такой, как доминирующий, как бы, цвет дерева, да, это американский орех. Вот, и я обращаю внимание вот на эти кресла, почему? Потому что мы не очень понимаем в столовой, какие должны быть вообще стулья, чтобы было удобно. И если мы пока вот находимся здесь и можем здесь порассуждать, ну, здесь, во-первых, очень много систем света, да, вот здесь не все сейчас задействовано, можно включить вот этот яркий свет. Значит, мне очень ценен сюда цвет, цвет, который у нас подсвечивает, да, рабочую поверхность, плиту подсвечивает. Несмотря на то, что он светодиодный, но сейчас делают очень красивые светодиодные подсветки, и они очень хорошо здесь работают. Ну вот, гостиная. Борис, расскажите нам какие-то лайфхаки, вот у вашей гостиной, я смотрю, тут есть розетки в полу сделанные. Вообще, какое-нибудь, какое расстояние, например, для телевизора оптимальное вообще должно, какого он размера лучше, он у вас такой достаточно большой. Да, в гостиной, смотрите, основная, основная всегда проблема в гостиной, это торчащие провода, розетки, выключатели, потому что хотим мы не хотим, но у нас возникает обязательно телевизор, да, и у нас обязательно к телевизору прилепляется еще много всего, да, потому что, ну, хочется слушать какой-то звук хороший. Вот, поэтому я купил вот такую тоже инновационную такую специальную тумбу, да, на которую взгромоздил телевизор, телевизор 65-й, вымерил точное расстояние, но я вот сейчас, сейчас прямо вот сразу не скажу, но, по-моему, здесь все-таки порядка 2,80, по-моему. Вот, что касается цветовых сочетаний, то вы видите, да, все очень нейтрально по цвету, но, опять же, это очень важно, потому что я на лекциях это часто тоже говорю, что приходит к вам гость, да, он в хорошем, ярком, красивом наряде. Вот, как вы, да, но ясно, что, чтобы гость еще эффектнее смотрелся, лучше ему создать фон, да, а если бы я сделал здесь синий диван, да, какой-нибудь там с желтыми подушками, но мы бы с вами все пропали бы на этом синем диване, потому что, да, потому что он бы оказался бы интереснее нас, да, и ярче бы, да. Мы очень долго работали над обивками, над цветосочетаниями, чтобы здесь было все очень-очень нейтрально. Вы видите, очень светлый мрамор, да, вот такая вот тканевая, обязательно тканевая обивка, да, очень такая тактильная. Борис, скажите, пожалуйста, вот ваши огромные вот эти окна, витражи делала компания Горизонов. Как вам вообще работа с ними, почему вы выбрали именно их? Они безупречно практически работают, нам очень с ними комфортно, вот, ведь, знаете, дизайнеру важно что? Не отвечать на лишние вопросы, называется, да, или не заморачиваться какими-то деталями, да. Нам было важно что? В окне очень-очень хорошо работает идея максимального просвета, максимального просвета, то есть надо выбрать такой профиль, который бы давал возможность в окно вставить максимальное стекло. Вот, мы с ними с этим очень долго колдовали, они нашли профиль, который позволяет, при том, что в этом доме не все окна очень комфортны, они выбрали тот профиль, который позволяет сделать максимальное стекло во всех окошках, да. Но и надо было очень важно выбрать ту систему, которая дает возможность максимально комфортному проветриванию, установке сеток от всяких комаров, ну и так далее, и так далее. Вот Горизонов сработали в этом смысле идеально. Мы получили эти окошки вовремя, получили, они смонтированы, значит, мы ими пользуемся и вообще даже ни о чем не думаем. Из Горизонов работают четко, слаженно, у них хорошие профили, они точно знают, какие окна нужно подобрать и реализуют любую идею. Сколько ванных должно быть в квартире? Первый вопрос, сколько? Для семьи из трех человек, наверное, достаточно все-таки одной? Вот, вот есть такая идея, да, потому что, ну, конечно, хорошо бы сделать гостевую, да, там, может быть, даже с душевым местом, но вот когда совсем каждый миллиметр надо посчитать, для трех человек одна ванная может быть, может быть. Вот, но она должна быть, как вы видите, она должна быть максимально комфортной, и здесь должно быть все, ну, просто все, да, то есть вы зашли, это ванная комната для всего, что вы делаете ванной комнате. Поэтому здесь, прежде всего, ванная. Ванная – символ квартиры. Нет ванной, нет квартиры, да, это гостиничный номер или еще что-то. Поэтому, вот я специальную рулеточку взял, потому что, чтобы все видели, да, что это, вот, Татьяна, помогите, вот видите, это метр шестьдесят, метр шестьдесят. Вспоминаем, когда-то, когда-то было два размера, метр пятьдесят и метр семьдесят. Метр пятьдесят считалось компактной, не очень удобной, метр семьдесят комфортной и хорошей. Вот компания Солини предложила мне ванную метр шестьдесят, но глубокую, очень емкую, и самое главное, как вы видите, по дизайну, в общем, очень интересно, очень интересно. Ну, то, что она двухцветная, это очень круто. Да, они предлагают вообще любой цвет вот этой вот поверхности. Да, фабрика Солини – это итальянский бренд, расположен он в России. Для нас это удобная транспортировка, потому что достаточно быстро мы можем получить ванны, и они, получается, что делают из материала, который реставрируется, антибактериальный и легко моется. Ничего, я не заметила ни одного пятнышка на ней, на самом деле. Солини вообще как бы не впитывают ни зеленку, ни краску для волос, то есть у них реально очень хороший материал. И фишка для всех дизайнеров, что снаружи она может быть покрыта любым ралом. Да, а у нас это пятьдесят оттенков серого. Серого, да, пятьдесят оттенков серого. Как я говорю, поэтому мы взяли, да, нашли по ралу или там еще какая-то была кольерная книжка, нашли цвет и сделали вот такой. Причем снаружи она глянцевая, внутри она матовая. Метр шестьдесят при такой глубине очень комфортно, я могу сказать. Даже вот для вашего роста, казалось бы, но я сама в нее залезла, у меня ноги даже не достали до стенки. Хотя кажется, что шестьдесят маленькие размеры, некоторые люди хотят взять двухметровую ванну. Но в двухметровой ванне можно утонуть и съезжать. Да, да, здесь надо, чтобы был небольшой упор для ног, вот, поэтому здесь как раз это идеально. Вот для меня идеальная ситуация. Ну и для ребенка тоже, потому что он просто сидит в ней совершенно спокойно. Здесь просто устраивает любую игру. Но, в общем, ванна это символ квартиры, символ обязательный. Если у вас несколько санузлов, вы можете, конечно, ванну поставить в одном мейн-бафрум, да, где-то у родителей. Но вот у нас одна ванная и обязательно здесь сама ванная присутствует. Я, на самом деле, зайдя в вашу ванную комнату, реально понимаю, чем отличается архитектор от дизайнера. То есть, у вас настолько здесь все функционально. Стиральная машина с сушильной встроена, да, как бы ничего не торчит. Хорошая система хранения. Насколько грамотно продуман здесь свет. Если обратите внимание, то двери, они тоже здесь сделаны как стеклянную перегородку. Полностью сделал Борис и такую же дверь. То есть, не стали вы строить какие-то... Стенки, кирпичные не стали. Стены, да, здесь именно все сделано из стекла. Здесь вообще очень интересный уголочек, на самом деле, да, то есть, что встроенная стиральная машинка вместе с сушкой, компания Аска. И мне еще очень понравилась вот эта идея с ящичком наверху. Там у Бориса корзина для белья. Ну, во-первых, про дизайн, во-первых, да, потому что у них есть очень много разных версий дизайна. То есть, у них разные покрытия. Там есть черные, есть белые, есть такие-сякие. Но у нас 50 оттенков серого, поэтому мы выбрали, по-моему, это Титан назывался. Вот. Это у нас вынуждено... Не вынуждено, а я имею в виду, так получилось по размерам. Потому что вот эта вот несущая колонна, вот с такой вот, с таким элементом, который несет там огромные балки. Вот. Но получалась ниша. У нас ничего не пропадает. Ничего. Она с каждой сантиметром работает. Самая главная фишка у компании Аска, которую они объясняли, это то, что у них вот эта вот стиральная машина как бы на пружинах по отношению к каркасу самих машин. На четырех амортизаторах. Да. Там специально есть армитромы амортизатор. То есть, соседи отдыхают, это называется. Да, это очень классно. То есть, вот мы знаем по нашей жизни всегда, что там вечер, смотришь телевизор, и вдруг откуда-то там ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Значит, а-а-а, соседи стирают. Понятно. У них пошел отжим там и так далее. Здесь этого нет. Ну, а то, что сейчас это делается в виде вот такой компоновки, это мы всем нашим заказчикам так и делаем, да? То есть, стиралка, сушилка. Потом здесь вот важно, что есть еще вот такая штучка очень удобная. Можно сюда там поставить там, опять же, тазик с вашим бельем, там вытащить оттуда, переносить сюда. У Аска присутствует именно в их сушильных машинах, Борис, сейчас я вам покажу, который собирает все ворсинки, все шерстинки, вот. То есть, и ваше белье такое, ну, более экологичное. Представляете, вот оно без всякой пыли. Здесь все собрано, можно потом почистить. Ну, теперь уже обратно даже не поставишь. Нет, надо почистить. Надо почистить. Ну, видите, они молодцы. Они как бы все сделали настолько технологично, настолько точно, настолько выведены, что я так понимаю, что они сейчас пользуются огромным спросом. Но у меня даже прям, типа, сомнений не было, когда мне задавали вопрос, а чего ты будешь из техники ставить? Я сразу решил, что Аска, конечно. Ну, с техникой Аска сейчас еще огромный плюс, то, что она поставляется в Россию. Поставляется в Россию, да. Я вам принесла. У них появились вот такие моющие средства. То есть, это жидкость для стирки. Они экологически чистые. То есть, Аска заботится о вас, да. Здесь вот такие значки и веган, и эко-лейбл. Это означает, что это не тестировалось на животных. Это означает, что это экологически чистые, и можно пользоваться, и все разлагает. Слушайте, какие молодцы, ребята. Будете. Подарки дайте. Стирать на здоровье. Надо почаще про них рассказывать, чтобы больше будут подарков. Класс. Ну, видите, как. И главное, смотрите, опять 50 оттенков серого. А еще, смотрите, вот. Да, а там, на самом деле, очень симпатичные бутылочки. Ну, вот, о чем я говорил, да. Потому что дизайн нужен во всем. Даже бутылочке. Вот и стильно. Стильно, да. Ну, потому что это все профессионально и профессионально все это делается. То есть это кондиционер, это для цветного, а там для белого, и все. Здорово. Слушайте, ну, им огромное спасибо. Могу только так сказать. Видите, как. Я раньше о них совсем ничего особого не знал, а сейчас, видите, когда новая жизнь, новый интерьер, то, оказывается, вот теперь можно с ними посотрудничать. Молодцы. Спасибо огромное. Ну что, мы в детской комнате. Да. Прекрасный такой, где все функционально. Также каждый сантиметр, я бы сказала, он задействован интересными всякими шкафчиками дизайнерски разработанными. Вот тут вот, кстати, вот это гардеробная. Да, это гардеробная, да. Его ребенка. Борис, двери. Юнион? Двери Юнион, да. Ну, знаете, двери могут быть любые, при условии, что они Юнион. Вот как-то так. То есть вы приемлются только Юнион? Но они хорошо, они хорошо работают, четко, не знаю, мы с ними давно работаем, хорошие наши партнеры. Но детские комнаты, вот важное, что, если мы говорим про детские комнаты, да, что ребенок быстро растет. И когда дизайнер работает на детской комнате, он должен понимать, да, что ребенок, вот сейчас мы сделали, и он ему 6 лет, буквально вот так вот, промелькнуло время, ему уже 10. И уже меняется все, да, меняются и его габариты ребенка, и его предпочтения. Он уже играет на других инструментах. И я всегда говорю дизайнерам или декораторам, не надо рисовать на стенах какие-то, знаете, самые сказочные персонажи и так далее. Потому что ребенок через буквально 2-3 года попросит все закрасить. А так здесь, здесь очень важно что? Зонирование, да. Здесь там, значит, музыкальные занятия, здесь там занятия уроками он будет заниматься, он с 1 сентября уже в школу идет, да. Там у него релакс, там он отдыхает, да. Здесь у него обязательно функциональные полочки и в то же время открытые какие-то места, где он все время вставляет свои вот те же автобусы, которые он очень любит. Это как бы такая, знаете, космическая капсула, да. То есть это некое пространство, в которой все функционально, ничего не раздражает, ничего не отвлекает. И мало того, я скажу, когда надо отдохнуть, например, и, не знаю, условно говоря, в квартире больше негде отдыхать, я сюда прихожу отдыхая, потому что всем должно быть здесь комфортно и хорошо. Всем. И в том числе даже мне. Ну что, мы в спальне. Мы вообще в таком месте. Я, честно сказать, боялась даже говорить, пойдемте, Борис, в вашу спальню. Да, звучит так, как бы, да. Борис пустил в свою спальню, которая также по площади, она у вас идентична. Маленькая, да, небольшая. Но и что я могу сказать? Что есть закон. Есть закон, который говорит о чем? Когда люди спят, то им нужно какое-то количество, как бы, кубометров воздуха. Это очень важно, да, потому что, бывает, спальни делают крошечные, просто, в общем, вот такие минимальные. За шкафом, кровать. Да, 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 это неправильно. И делают иногда огромные спальни, как, знаете, как будто вы спите в спортивном зале. Это огромный потолок, там, что-то там, какие-то десятки метров, квадратных, тоже неправильно. Потому что спальня должна быть уютным, комфортным местом. Мы здесь были заложники, конечно, самой планировки, потому что нельзя было сделать слишком большое помещение. Но вот то место, которое мы выделили под спальню, мне кажется, оно абсолютно достаточно, абсолютно, чтобы здесь отдыхать. И, конечно, опять много систем света, потому что, хотя в спальне, да, функциональность, она как бы сужена, да, но все равно здесь должно быть и ярко, и еле-еле, и светло, вплоть до того, что вот этот там свет может регулироваться, да, там поярче, побледнее, да. Вот, то есть ясно, что, если вы одеваетесь, вам надо поярче. Борис, спасибо вам огромное за экскурсию по вашей квартире. Я получила невероятные вообще эмоции, впечатления. Вот что значит все-таки профессор Мархи. Вас так приятно слышать. Я бы с удовольствием к вам на лекции сходила. Ну, это моя работа. Просто мы делаем, наверное, неплохо нашу работу, а тем более для себя, ну, странно бы делать плохо. Вы вообще делаете для всех с любовью, я так понимаю, своему делу. Я бы, знаете, еще что? Что, о чем мы не поговорили, очень важный момент. Дело в том, что, я же уже говорил, да, что я человек бумаги, да, мне надо нарисовать, мне надо нарисовать, придумать, это все на бумаге, как бы изобразить и так далее. Но очень важный аспект, аспект того, кто это все реализовывает. Вот я хочу, да, я хочу очень важную вещь сказать. Дело в том, что у нас очень хорошие подрядчики, очень хорошие наши коллеги, наши партнеры по реализации таких проектов. В данном случае, вот, мне помогал Александр, надеюсь, вы с ним тоже пообщаетесь. Он действительно профессионал своего дела, он сделал все настолько точно, настолько правильно, настолько выверенно, что никаких рекламаций, вопросов не возникает, когда вы уже используете этот интерьер для жизни. Поэтому Александру огромное спасибо, я надеюсь, он ответит на все ваши вопросы. Вот, и на любом случае, я ему аплодирую, потому что это блестяще выполненная наша, наша проектная работа. Блестяще, просто блестяще. У Бориса в ванной, на самом деле, собраны все такие лучшие бренды, я бы сказала. Почему? Потому что на ванной комнате, я вообще считаю, нельзя экономить. То есть все, что касается воды, у вас должны быть правильные, проверенные, надежные производители. Не дай боже, там потечет. В основном все сейчас встраивается в стену, все смесители. И, конечно, здесь должны быть надежные системы. Допустим, даже что касается у нас туалета, это фабрика ТЦ, инсталляции, которые и у меня дома тоже стоят. И они с 10-летней гарантией. На самом деле, проверенный бренд. Кто смотрит мои видео, уже много видел моих рассказов. Вот, душевая кабина здесь в фабрике Хью. Посмотрите, очень интересное решение, на самом деле, сделано вот в этой душевой. Борис взял поддон. Это тоже очень хорошее решение. Но, во-первых, не во всех домах можно делать трапы. Хотя сейчас вроде какие-то там разрешения есть. Но поддон позволяет избавить нас от дополнительных силиконов, уклонов и всего прочего. Кабина очень интересно открывается, и пространство тем самым расширяется. Ее надо еще научить использовать. Вот так убирается дверь. И вот эта перегородка тоже легко убирается. За счет этого образуется пространство. В душевой кабине также у нас все функционально. Это такая крутая система от фабрики Hansgrohe Ronfinity. На самом деле, я много показывала вот этих вот леечек. Здесь как раз система повода Rain. Вот эта мягкая-мягкая струя. Она здесь... Я бы здесь, на самом деле, наверное, час стояла под этим душем, потому что он реально очень кайфовый. Ну и встраиваемая сама вся система, которая включается, переключается с помощью кнопок-клавиш. Здесь, в этой зоне, есть ниша, специальные полочки для того, чтобы тоже поставить всякие тюбики. Все это сделали ребята из логики ремонта. Мои любимые друзья, на самом деле, они делают просто... Вот я смотрю, каждый сантиметр, он настолько ровно выберен. Мы сейчас пойдем пообщаемся с Александром и поспрашиваем у него всякие строительные лайфхаки. Я напоминаю о том, что эта квартира 104 квадратных метра. Саш, сколько времени у тебя ушло, ну или вообще, в принципе, нужно для того, чтобы сделать ремонт в квартире с таким метражом? Метражом. Здесь больше, наверное, нет метража, зависит от сложности узлов и насыщенности этих узлов в проекте. Но, я думаю, плюс комплектация скрытыми вещами, поставка их на наш объект, на наш рынок, я думаю, ходит где-то от 8 до 12 месяцев. А сколько человек в твоей команде работало на конкретной квартире? В общем и среднем на квартире занято порядка, наверное, где-то 30 человек. Это с учетом всех субподрядчиков. Ко мне часто люди обращаются без проекта. Говорят, дай мне строителей, я говорю, проект есть? Они говорят, нет, а зачем? Работаешь ли ты вообще без проекта? И нужен ли проект? Для 30 человек, которые работали на этой квартире, без проекта объяснить что-то на пальцах будет достаточно сложно. В частности, если брать эту квартиру, размер проекта у нас был 87 листов. Поэтому можете себе представить, 87 листов придумать здесь на месте одному человеку. Были ли какие-то сложности, с которыми ты здесь столкнулся? В ремонте сложности не бывают. Сложности бывают у людей со здоровьем. Когда идет ремонт, реализовать можно все, вопрос только времени. То есть какие-то вещи, они усложняются, какие-то ускоряются. Если мы говорим про дома новостройки, то доступ к отключению коммуникаций, как ХГВС, так и отопление, там, в принципе, достаточно перекрыть один кран. В частности, когда мы здесь пытались получить доступ в отопительный сезон для того, чтобы поменять радиаторы, нам скромно отказали. И после того, как закончился отопительный сезон, нам, безусловно, пришлось обращаться в местный ДЭС, договариваться с местными ребятами, которые приедут, найдут эти стояки в подвале, что было тоже не с первого раза сделано. И, соответственно, отключат это все дело. Здесь сделаны напольные конвекторы. Как вам удалось их реализовать? Лайфхаки и все приколюхи мы покажем в будущем. Я думаю, на других объектах, которые сейчас, в данный момент, идут в процессе. Много узлов, много нюансов, много красивых вещей, но потом. Но потом. Ну да, здесь у нас обзор уже готового помещения, поэтому что-то, процесс работы непонятен. А вам, если интересен именно процесс работы, вы пишите, пожалуйста, комментарии, какие моменты интересны, и мы с Александром на другом объекте уже в процессе готовы сделать видео. Конечно. Надеюсь, вам понравилось наше видео. Проявляйте активность, пишите комментарии, чтобы Таня снимала больше полезных, хороших видео. Всем пока! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!